И снова у нас дом мыши, как-то так получается, что на этой неделе мы с вами прям через раз говорим именно о компании Disney, но очевидно для этого есть весомые причины, что же произошло на этот раз. А на этот раз всплыла совершенно невообразимая информация о том, что компания, несмотря даже на провальную новую русалочку, а также крах других своих свежих адаптаций вроде Мулана, которые вытащили из карманов акционеров сотни миллионов долларов. Так вот, несмотря на это Disney продолжает снимать ремейки своих мультфильмов, более того, оказывается, впереди зрителей ждет аж 14 таких ремейков, так что оригинальность в доме мыши, видимо, совсем мертва. Ну а если каждая новая адаптация будет столь же успешна, в кавычках, как Русалка 2023, то в итоге бедолаг из Disney ожидает грандиозный тотальный крах. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, а что же у нас, собственно, происходит с самой свежей, так сказать, экранизацией диснеевского мультфильма, а я, само собой, говорю о новой русалочке. Ее общемировые сборы в данное время составляют 542 миллиона долларов и, скорее всего, остановятся где-то возле отметки в 600 лямов. Что в целом вполне неплохо, как по нынешним временам, вот только колоссальные производственные и рекламные затраты на новинку в размере почти 400 миллионов баксов в итоге приведут к тому, что дом мыши, видимо, потеряет около сотни миллионов, а может и больше на своей свежей экранизации. Да и вообще, как мы говорили ранее, после 2019 года с его Аладдином и Королем Львом, адаптации мультфильмов в исполнении дома мыши работают все хуже и хуже, так что тут ничего нового. А вот что уж точно новое, это список, который недавно появился в сети. Список, который включает в себя будущие проекты дома мыши и насчитывает ни много ни мало аж 14 грядущих экранизаций мультфильмов. Ну то есть создается такое впечатление, что ничего нового в диснее придумать более уже просто не в состоянии и на вооружение идут уже вот совсем тупо все прежние проекты. А в данном перечне и Бэмби, и Маана с Гераклом, и Как приручить дракона, Лила Истич, Аватарка, Терристократы, ну короче говоря, как будто вообще вот просто все, что только можно было наскрести по закромам. Понятно, что данные проекты будут экранизировать не все одновременно и произойдет это явно не завтра, хотя, скажем, для проекта Лила Истич уже активно подбирает актеров. Тем не менее, в сети, конечно, теперь просто недоумевают, а собственно, зачем это делается и неужели в доме мыши больше не способны придумать хоть что-то новое. Плюс еще один вопрос, а собственно, если как и ранее, каждая новая адаптация будет вынимать из карманов дома мыши сотни миллионов баксов, как это происходит сейчас, сколько же будет стоить компании весь этот список из ни много ни мало аж 14 проектов? Вопрос, разумеется, чисто риторический, как и тот, иссякла ли на корню фантазия у Диснея, но тем не менее, ответить на него компании рано или поздно все равно придется. Кстати, эта одержимость переделыванием и перезаливом своего же контента, которая в последние годы несет сплошные убытки, на уровне слухов называется одной из причин разногласий, которые привели к тому, что недавно Дисней покинула его финансовый директор и вице-президент Кристин Маккарти. Так это или нет, мы доподлинно не знаем, но о чем можно доподлинно говорить уже сейчас, так это, что очень большая часть зрителей вообще не в восторге от того, что происходит. И от того, как Дисней паразитирует на своей же интеллектуальной собственности, созданной много лет назад совершенно другими людьми. Пытаясь превратить все это в источник постоянного дохода, но превращая нередко в непонятное и довольно нелепое действие, типа той же Мулан. О новой русалочке уже просто молчу, потому что в целом, если бы не каст, это был бы еще не самый худший пример ремейка. И все-таки данное кино тоже принесет не слабые убытки, так что здесь боссам Дома Мыши не мешало бы крепко задуматься. Не знаю, честно говоря, почему они продолжают делать то, что делают, то ли просто это кризис жанра и отсутствие идей, то ли топы уверены до сих пор, что прежние популярные когда-то проекты это залог успеха в будущем, но факт на данное время остается фактом. Что же посмотрим, чем это все в итоге обернется для компании Дисней, вы прямо сейчас можете писать свои мысли в комментариях. Кроме того, не забывайте подписываться на наш канал и конечно ставьте пальцы вверх под видосом. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.